Всем привет! Меня зовут Виктория Медведева. Хочу выразить слова благодарности руководству проекта «Разумная цивилизация» за предоставленную мне возможность участвовать в данном проекте, а также за возможность приобщиться к знаниям. Благодарю за вручение мне знака отличия из тяжелого металла. Спасибо вам за ваш труд и за то, что вы даете правильный вектор движения. Ну смотрите, тогда вот принцип магнита мне интересует. Я, может быть, не специализированный какой-то физик, я строителем по образованию сейчас работаю примерно в этой сфере. Вот, смотрите, принцип магнита. Магнит, получается, если мы берем приталкивание, получается, к магниту приталкивает вселенная, не он к себе тянет, к нему приталкивает вселенная, так? Да. Ну если, если, как бы, трудно так понять, ну представьте просто какое-нибудь ядро, подвешенное в комнате на миллионе резинок, растянуто в разных сторонах. На растяжение ядра? Да, 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 да. Если вы отрежете часть резинок с одной стороны, будет понятно, как будет вести себя ядро, да? Оно остается в другую сторону. Так, мы с резинками поняли. То же самое будет на пружинах, только технически это труднее картинку себе перед глазами держать. На отталкивающих пружинах. То же самое будет. Обрезали, откусили часть пружинок, будет тоже реакция только зеркальная. Мысль, мысль уловил. То есть при нагревании определенных видов металла у них какая-то составляющая изменяется, которая... Я это не буду обсуждать. Это вы сами как бы... Все-все-все, я понял. Я то, что вы не хотите обсуждать, не хочу сказать. По-любому из направлений. Просто, ну, зачем люди слушают, кто-то действительно озабочен этими версиями всеми, перебирает их в голове. Ну, все, саму мысль не понял. Просто по этому принципу можно... Все это просто каким-то лишним, например, усилием может привести. Понял, хорошо. Тут, в принципе, вопрос снят. Я два слова ваших просто дали ответ на это. Дальше. Смотрите. Сила приталкивания к планете зависит от ее массы или от ее размера? Я так понимаю, от ее массы или... Конечно, масса. Ну, и от размера геометрии тоже зависит. Смысл в чем? Смитр массы это как бы один, да? Да. Но геометрия это может быть разная. Может быть, стороной маленький шарик, да? А может быть, разнесенная стальная сфера тонкая, правильно? И это маленечко по-другому. В частной ситуации будет взаимодействие. Ну, подождите, про планеты они примерно плюс-минус, но они круглые, там овальные, но они же в силовой картине. В силовой картине планеты у нас не факт, что все полые. Не факт, что у нас оценка корректная по массе планет и так далее. Ну, я к тому, что вот смотрите, если мы возьмем нашу планету, ну, допустим, она не полая, полностью, вот она полностью, там, нет в ней полости. Ну, это я как бы просто для примера. И возьмем планету в два раза больше размерами и в два раза меньшей плотностью вещества. Соответственно, у нее масса будет примерно такая же. Ну, что-то там полугазообразное. У них сила приталкивания будет 9J там и там, или вот от того, что она в два раза больше, еще какие-то дополнительные нагрузки там добавляются? Ну, мы там графики давали, как при приближении к массе, как это все выглядит, как это взаимодействие выглядит. Формула одна, G, две массы, зеленая на R квадрат, получается сила. Но это G в одном случае у вас, можно сказать, при упрощении расположено в одном центре, да, а во втором справа и слева. Ну, это как зеркальная часть, если вы продвигаетесь внутрь Земли, у вас меняется сила тяжести, потому что у вас массы начинают находиться справа и слева. Ну, за спиной. За спиной. У вас этот график меняется. И на графике силы тяготения, вот на дополненном, это все отражено. То же самое и какая-то коррекция определенная. Почему какая-то? Вполне четкая математическая коррекция есть для тел разной плотности. Если тело совсем плотное, сжато в одну материальную точку образно, да, то это прям у вас телесный угол маленький. Сила, это отражается на силе, потому что это совокупность проекции на ось. У вас угол стремится к нулю. Если у вас тело разнесено большой, мелкой плотности, то часть массы у вас уже под большим углом. Это тоже, кажется, насказывается на расчете. Я только про это говорю. Понял. Ну, это, а по поверхности получается, если мы, если про поверхность говорить, то... От массы с упрощением взаимодействия одно. Просто зависит от массы, не зависит от плотности. Не зависит от формы. Зависит, конечно, от массы. Но масса, в свою очередь, зависит от плотности. Ну, да. Количество вещества в текущем объеме выбранном. Хорошо. Ну, наверное, что-то сообразил более-менее в этом направлении. Скажите, вы как-то обсуждали, тоже в обсуждении с человеком, сказали, что химия плюс-минус везде по Вселенной будет одинаковая. Там, может быть, преобладать разные вещества, да? Да, да. Будет одинаковый набор химических элементов. Будет одинаковый набор возможностей для обнаружения, создания несуществующих элементов. Ну, то есть, в этом силовом контуре мы можем иметь данную группу обнаруженных элементов и данную группу не обнаруженных, но те, которые можно причастных к физических ситуациях создать. Ну, вывести из тех, которые есть, имеете в виду. Да, например, как один из вариантов. Вот, вопрос в связи с этим, ну, не знаю, насколько он связан, вопрос, вы можете сказать, что он нелогичный. Другие формы жизни примерно такие же будут? Потому что примерно такие же. Или, как бы, все равно сильно разница будет? Тут по разницу, как сказать-то. Вот мы воспринимаем осьминогу же как жителя нашей планеты, да? Это наш вид. А геометрия и общая вся база довольно сильно отличается от нас, да? Ну, да. А если вот мы просто взяли этого осьминога с другой планеты, принесли к нам, припустили в океан, дали возможность плодиться, через какое-то время мы бы тоже его воспринимали как часть нашей пауны. Здесь про отличия отдельно взятого гуманоида речь идёт? Или про вообще разнообразие биологических видов? Нет, наверное, имеется в виду разумная форма жизни. То есть, когда формы жизни вырастут в что-то разумное, которое может осознавать, да, ну, условно разумные как вот люди. Забавное отношение к разумной форме жизни. Мы считаем себя единственными разумными на нашей планете по отношению. Все же слоников мы можем не считать разумными, да? Ну, я думаю, вы же понимаете, что я имею в виду тот, кто построит коммутация примерно как у нас. То есть, они начнут строить какие-то города. Да, да, то есть, я понимаю, что слоны разумные, дельфины разумные. Да, ну, вот видите, это развитие цивилизации, это не биологическая склонность к разумности. Вот если просто взять, допустим, суслика и дать ему возможность жить до 100 лет в определенных расслабленных условиях, то, может, он это покажет. Ну, вот, допустим, мы живем сейчас, нам дозволен биологически в данных условиях промежуток 70 лет жизни. Если бы он был там 30 лет, мы бы по-другому строили свою цивилизацию, да? Если бы он был там 300 лет, мы, может быть, как-то и тоже по-другому строили свою цивилизацию, нам бы большая мыслительная база была. Нет, термин какой бы здесь применится. Большая мыслительная результативность бы у нас, наверное, была. Ну, вот так разобраться, суслик, чем отличается от дикого человека? Вот, человека в природу выпусти и лиши его технологических, памяти о технологических устройствах. Чем отличается суслик? Он себе делает нормальную хатку, у него есть комнатка там, где у него там мебель есть, образно говоря, подселена соломка, мягкая травка, да, лежаночка такая, это же мебель так, упрощенную, да? Есть отдельная комнатка, где он в туалете ходит. То есть, каждый суслик сам себе делает жилище. То есть, млекопитающие, мы фундаментально, вот по базе, как бы, не сильно отличаемся от более простых млекопитающих. Вот, и те, которые, если идти этими рассуждениями, те, если есть эти цивилизации, другие формы разумной жизни, ну, они могут в какую-то дельту отличаться от нас. Если мы одна база заселения по разумности, то, может, и вообще не отличаются. И если они биологически не отличаются, то тогда вообще довольно-таки смешная ситуация, что вот эти исторические материалы разных попадаются, когда человек, доказывая, что он бог, а его высмеивают. Какое-то произведение, не помните? Ну, то, что мы, как бы, дублируем создателя полностью, поэтому мы и есть, как бы, об этом речь. Ну, это такие, больше уже в художественной литературе размышления. Возможно, варианты. Для точного вывода оснований нет. Ну, в целом, вы пытаетесь, наверное, сказать, что человек, как бы, принято считать, что это каждое индивидуальное мышление, но в итоге все пользуются плодами общих достижений цивилизации. Если эти плоды отрезать, то, или, наоборот, прирезать, например, сусликам, где на планете нет людей, то, как бы, ну, будет самый разумный вид, вот, что-то по типу суслика, ну, или вот в этом смысле, так? Ну, с различной степенью вступуемость в разумный контакт. Ну, это да. Мы же тоже частично вступуемы, у нас большая часть населения не вступуемы, в принципе. Да, я, если бы не посмотрел ваш фильм «Физика о Боге НЛО», ну, как, если бы не посмотрел, ладно, если бы не наткнулся на ваши материалы. Я до этого вообще не воспринимался, а, что сказки, о, нет, нет, где там. Такая, вообще, как бы, в той жизни до этих материалов ты не думаешь об этом, тебе оно и не надо, ты там ходишь на работу, где-то там смеешься с друзьями, а вот когда наткнулся, конечно, вообще жизнь по-другому воспринимается прям сильно, очень сильно. Субтитры сделал DimaTorzok